Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать, как измерить давление с помощью обычного бытового тонометра. Для начала нужно проверить, что он вообще работает, то есть просто включить его, и он должен показать нулевое значение. Если показывает какой-то error, либо мигает батарейка, то нужно сзади открыть и вставить новые батарейки. Я, например, использую перезаряжаемые батарейки и заряжаю их с помощью зарядного устройства. Вот такого. Они легко вытаскиваются и в течение нескольких часов заряжаются. У меня есть второй такой же комплект батареек запасной. Есть еще также тонометры, которые работают от сети. Ну вот вариант с батарейками такой более мобильный. Итак, у нас показывает ноль. Мы... Можно мерить прямо на рубашке, но я почитаю немножко все-таки освободить руку от ткани. Значит, здесь слегка так вот в натяжку, чтобы было расстояние до локтя. Вот здесь манжеты, как правило, даже на достаточно большие руки надеваются. Но если на вашу руку вдруг манжеты не помещаются, то продаются тонометры или отдельно к ним манжеты для таких полных рук. Вот этот индикатор, он должен, на самом деле, не совсем правильно разместить. Вот правильное размещение, которое рекомендуется производителем. Вот такое. Когда вот этот значок падает как раз в середину вот этого локтевого сгиба. Дальше что мы делаем? Дальше мы начинаем, можем убедиться, что у нас ноль здесь показывает, и начинаем вот в таком примерно ритме в расслабленную руку накачивать воздух. Примерно, ну, допустим, под 150-200, в зависимости от того, как у вас давление бывает. И дальше отпускаем и молча ждем результат. Тонометр показывает давление 116 на 67 и пульс 74. Данный тонометр, он снабжен также часами, но нужно их настраивать при замене батареек. Если вы повторите измерения, то, возможно, у вас покажут немножко другие значения, поэтому можно их усреднять. То есть это обычная ситуация, когда есть допустимая погрешность. То есть это зависит от того, на какой руке вы меряете, на левой, на правой. Это абсолютно нормально, что у вас будет разное давление. Насколько там высоко, низко вы опустили манжету, то есть давление, оно колеблется. И приборы измеряют тоже с какой-то погрешностью. Поэтому не переживайте, если у вас вдруг показал аппарат ошибку, то повторите измерение. Если она серьезно повторяется, это ошибка измерения, то выдает просто эрор, то нужно, возможно, смотреть, не износилась ли манжета, не разрядились ли батарейки. Возможно, можно иметь несколько аппаратов, парочку, чтобы контролировать качество измерений. Значит, здесь мы видим верхнее давление, нижнее давление и пульс удара в минуту. Многие аппараты оснащены функцией memory, то есть они запоминают измерения. Большое спасибо за внимание. Если у вас появились вопросы, то можете задавать их в комментариях к этому видео. Я, может быть, особо не комментировал, но здесь вот для сброса есть такая кнопочка. Достаточно, по-моему, очевидный факт. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует...